всем привет друзья сейчас у перепелок это все так висит и так задумано в общем поделил я наконец-то самцово самок это у меня все самочки решили все таки что они будут наверху а самцы вот а вот все самцы у меня получилось 21 самок и 10 самцов самцы будет убирать и они не нужны они двух клеток девочек нет немножко дерутся всем очень хорошо что на такое количество получается на их было 31 перепелка это самец самец уже пороют самца как поют красиво ну вот чтобы они не муцели уже девочек пускай девочки не стрессуют нормально несутся самцов я убираю они просто не нужны мне специально с утра их не кормили как нужно по технологии и сегодня к вечеру их уберем ну вот так могу ребят в принципе сейчас показать как отличить самца от самочки я зафиксирую телефон секундочку вот ребята поймал самца мне кажется у перепелов отличить проще всего как отличить надо просто его перевернуть и у самцов возле заднего прохода видно вот фокусом срабатывает вот такой бугорочек если на него надавить пойдет белая пенка это значит что это самец белая пенка вы помните что это все здесь специально сейчас откину отдельно одну самочку и вот самочка на вид они одинаковые но смотрите горбика нету видно и вот эта клоака такая широкая это значит что самочка уже несется вот так ничего очень сложно вот ребят вообще ничего сложного в определении самца и самок повторюсь проще всего отличать самцовый ну по крайней мере мне вот тут цесарок у меня весь на какие-то проблемы вот переплыл отлично я с этим справлю получается у меня 21 курочка одна какая-то поменьше даже 2 но их все равно оставил мы же будет нести клетка клетка как раз такое количество очень даже подходит как видите как они пьют с непильной поилки все соображают все понимают никто им не показывал несутся сейчас слабо надо добалансировать им укор и уже запускать ну и черная на самцы их приличному цели видно голову немножко лысая это значит самцы x кублин это сразу и покормить вот такой примитивный кошечек с бутылки обреженной и работает и ничего не надо выдумывать ну а самцов само собой никто не будет кормить ну и вот кстати посоветуйте в каких-то таких маленьких помещениях то как бы борется с мышами у меня нашествие здесь мышей я не знаю что с ними здесь значит покажу я уже использую такие вот клеевые но картонка продается с какой-то смолой мышка лезет и прилипает все равно не помогает то есть десятки попадаются за неделю и все равно их здесь очень-очень много надо с ними как-нибудь бороться что подскажите кто смотрит как борется с мышами все теперь нижняя плитушка пустая возможно поменять верхние шланги делать напрямую пускай система зря не вычисляется нижний нет а и Бывает у перепелки иногда падешь, вообще по непонятной причине. Сейчас раз в месяц какая-то перепелка пропадает, вообще беспричина, то есть никаких симптомов, ничего нету, помет нормальный, но пропадает, это бывает и такое, ничего с этим не поделать. Самое дело уже к марту, морозов нету, сейчас вот на улице где-то плюс 2, а в помещении, видно вам, не видно, а в помещении плюс 7. В помещении полностью не отапливаем вообще, это просто сарай снаружи, доска внутри, стекловато, есть внутри доска, или доска, вот как правильно. медь все не вытепленного, то есть, образно говоря, перепелки здесь нагоняют вот такой вот температурный перегарду совыше. вот такие вот дела, все ребятки, перепелок рассадил, уже на 10 ртов меньше кормить, уже легче. все, всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока. великова. всем пока. Özkan